Ударная волна представляет собой двойной эффект – избыточное давление, фронт высокого давления, который сплющивает здания и полые объекты. Скоростной напор – ураганный ветер, следующий за фронтом, который сносит и дробит всё на своём пути. Пример для взрыва одной мегатонной бомбы в радиусе 2 км – полное разрушение даже железобетонных зданий. В радиусе 5 км – сильные разрушения, автомобили переворачиваются и становятся непригодными. В радиусе 10 км – выбитые остекления, которые превращаются в смертоносные осколки. Важно! Ударная волна приходит с запаздыванием. После вспышки мегатонного взрыва у человека в 5-10 км от эпицентра есть 15-40 секунд, чтобы укрыться. Лечь в канаву, за стену. Проникающая радиация – нейтроны и гамма-лучи. Это поток радиации, длящийся примерно 60 секунд после взрыва. Радиус действия ограничен. Смертельная доза – порядка 50-60 грей – возможно только в зоне, где жертв уже убьют ударная волна и тепловое излучение. Для выживающих вне этой зоны начальная радиация не является главной угрозой – радиоактивные осадки, главная долгосрочная угроза после наземного взрыва. Происхождение. Огненный шар поднимает с земли огромное количество расплавленного и измельченного материала, который смешивается с радиоактивными продуктами деления. Эти частицы, оседая, создают зону заражения. Распределение, форма и размер следа осадков зависят от мощности взрыва и, главное, от направления и силы ветра на разных высотах. Сильный ветер увеличивает площадь заражения, но снижает уровень радиации в каждой конкретной точке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова